Многие в Тюмени воспринимают книжные, как ты пришел и совершил куплю-продажи, что здесь нельзя посидеть, почитать. Для меня очень, например, показательный момент, когда мы находились на другом месте, у нас не был магазин зонирован. И в тот момент в этом же помещении проходило, что-то там вручали карточки мир, не суть. В общем, там были люди. И была мама с ребенком. И ребенок увидел стеллажи с цветными книгами и такой, мама, пойдем посмотрим. И она ему говорит, нет, здесь нужно что-то купить. Нет, давай не пойдем, здесь же нужно что-то покупать. То есть люди не понимают, что можно просто прийти в место, где ты можешь спокойно посидеть, повыбирать книгу. И наше место – это то, куда ты можешь прийти и пообщаться с нами. То есть мы такие очень дружественные, мы готовы пообщаться, что-нибудь обсудить. И не только книжное, но и, может, нечто большее. Это уже наше четвертое место локации. Самое первое было в подвальном помещении. И я помню, что в город тогда приехал Борис Куприянов. Он такой папочка всех независимых книжных магазинов. И очень авторитетная для нас личность. И я тогда училась еще в магистратуре. И Наталья Петровна Дворцова, мой профессор, собственно, она была инициатором, чтобы его пригласить с лекции. Она сказала, Даша, он обязательно должен посмотреть ваши книжные. А мы тогда только-только открылись. Или даже это было техническое открытие. 30 квадратных метров, около 100 книг размазанных по этому помещению. Это было просто стыдно. Я сейчас смотрю старые фотографии, и я думаю, боже мой, как же стыдно. Но он, конечно, нам пожелал всяческой удачи. Сказал, если нужна помощь, обращайтесь. И очень открыто. И я думаю, эта поддержка, она нас как-то согревала некоторое время, пока мы делали свое дело. Могу рассказать, как мы тут оказались, в общем. Это тоже интересная история. Я работала тогда в Тюмгу, и есть такой проект «5100», где каком-то в 2022 году, я не помню точно год, «5 лучших университетов, институтов, университетов из «100» должны выйти на мировой уровень. То есть они должны быть а-ля Лига Плюща и так далее. И Тюмгу входит в этот состав. И благодаря этому пошли большие вливания в область. И реализовался такой проект, как «Школа перспективных исследований». То есть вообще в России только… Вы можете меня поправить, но я точно знаю, что есть только три университета, которые практикуют liberal arts. То есть есть какое-то ядро предметов, которые все изучают, и элективы, которые ты сам можешь свободно выбрать. Ну, немного напоминает американскую систему. И это есть, например, в Питере, в Смольном, есть в Москве, в Ранхиксе, и есть в Тюмени. Изначально здесь должен был находиться Петровский, третье отделение Петровского. И нашу команду книжного магазина «Никто не спит» пригласили курировать этот проект. Это был вызов для нас, потому что тянуть еще один проект – это довольно сложно. Когда мы приехали уже на книжную ярмарку в Тобольске, сибирскую Покрену, где как раз были другие книжные деятели, мы поняли, что Петровского здесь не будет. То есть Михаил Мальцев нам сказал, что они не могут найти адекватного инвестора. То есть большинство инвесторов, которых они находили, они говорили, «Ой, ну это же книги, на них не заработать. А давайте помимо книг еще именные ложки продавать. Или давайте сшивать дипломы, или еще что-то совершенно неподходящее проекту независимого книжного магазина». И они поняли, что они смогут вообще, в принципе, не то что контролировать… Да, наверное, не смогут контролировать этих людей, потому что они не понимают. Они будут завозить Донцову, они будут завозить другие массовую литературу, которую берут. И тогда нам предложили, может, вы переедете сюда и будете развивать ваш проект дальше. Так получилось, что книжный магазин наш находится рядом с другими книжными. Тут вообще в центре, в принципе, есть магазин знания, которые в основном… Ну, у них больше констоваров, хотя, наверное, 50 на 50, может, все-таки 60 констоваров. Ну, то есть такое прям знание, такое вот прям… Я же не знаю, с чем можно еще сравнить. Потом, читая «Город здесь есть», «Букинистическая лавка неплохая». Ну, то есть, в принципе, все книжные магазины собраны в центре. И иногда, ну, по пути мы оказываемся первые, к нам заходят и спрашивают, а у вас есть сканборды, а у вас есть там ПДД, учебники, а у вас есть там атлас за седьмой класс и так далее. Вот это был один из тех случаев, когда мужчина зашел за подобной литературой. Ему был нужен трудовой кодекс или что-то подобное. Ну, я всегда вежливо говорю, что вы можете пройти в знания и там это приобрести. Я говорю, такой у нас литературы никогда не будет. Он такой, ладно, а что у вас? Я ему начала рассказывать, какая у нас специфика. Он заинтересовался, подошел к полке психологии, взял оттуда книгу. Он пришел с утра. Он пришел, сел тихонечко и начал ее читать. Я успела сходить на обед, вернулась. Он все еще читал книгу. Потом он подошел к кассе и сказал, я эту книгу уже прочитал, но мне хочется вас поддержать, поэтому я ее куплю. И он ее купил. А потом, когда уходил, я еще люблю зажигать аромалампу. То есть мне нравится, когда люди заходят, и у нас пахнет корицей, мандаринами, что-то такое. То есть особое настроение задает. И он такой уходит, возвращается, говорит, а у вас так вкусно пахнет. Я вот макнул пальчики в аромалампу, и так вкусно пахнет. А можно я виски помажу? Я говорю, ну, помажьте. Вот, то есть такой случай был. Потом у нас, например, ходят регулярно ребята. У нас ходят Полина и Павел. Это маленькие ребята. Там Полине, может, лет 13, а Павлу лет 8, может быть. Хотя он в третьем классе. Ну, не суть. В общем, ребята приходят, они просто где-то рядом живут. Они изначально пришли с мамой и говорят, а можно они будут приходить и читать книжки? Я говорю, ну, я не против. Мы как бы лояльно к этому относимся. И все. И они вот приходят раз в неделю и читают у нас книги. Сегодня даже были. То есть есть уже какие-то постоянные покупатели, которые изначально пришли просто посмотреть, и потом стали нашими друзьями. Сегодня приходила девушка, спрашивала книгу по рисованию, например. Она за 11 год была. Ей, конечно, альтернативы предложила, но ей нужна именно та книга. И она, например, не знает, что есть, например, Алипсайт, где можно посмотреть букинистику, что можно на Авито найти книги. Она просто этого не знает. И это просто какая-то человеческая помощь. Надо помочь человеку. Я еще хотела рассказать про такое событие. То есть мне понравилось, что наша книжная еще какая-то прям точка притяжения в плане помощи вообще на общегородском поле. То есть у нас было такое, что мы сами очень любим деревянное зодчество. И 3 апреля у нас сгорел памятник архитектуры, дом Робцовой, где находилась мастерская Маних. Ей занимается Вадим Шитов. Это наш местный реставратор, который для города очень много сделал. И он напечатал книгу «Резная мелодия Тюменина» за свой счет. И она, по иронии судьбы, она хранилась на первом этаже. Ее залило водой. Часть там пострадала при пожаре. То есть обуглились какие-то углы. И у нас получился такой спонтанный центр помощи. То есть мы созвали всех людей. Нам привезли все эти книги, и мы их спасали. То есть мы... Ну, конечно, это дело немного кустарно, потому что мы не реставраторы, но проконсультировались с некоторыми из ребят, которые в этом разбираются. И мы прокладывали листы, сушили их, потом продавали их, и все деньги перечисляли как раз Шитовым, чтобы они могли восстановить мастерскую. Вот. И мне, в принципе, нравится, что книжный рождает совершенно разные проекты. То есть к нам часто приходят люди, встречаются, обсуждают какие-то интересные штуки. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова